Вы смотрите новости ОТС в студии Иван Кудинов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Я дал уже соответствующее поручение в приоритетном порядке приступить к акцинированию участников и организаторов парада, для того, чтобы не допустить незапланированного выбытия этих людей из важного мероприятия. Парад Победы и Бессмертный полк вновь пройдут по площади Ленина. Как областные власти готовятся к 9 мая? Ведется работа на очень важном рубеже. Это в Красукском районе, где мы имеем границу с сопредельным государством. 36 миллионов экспертиз за один год. Какие задачи решает ветеринарная служба, кроме лечения животных? По-разному бывает. Какие-то дела находишь, чтобы меньше о еде думать. Вот сегодня порядок в шкафу на воде. Грибы без масла после двух дней без воды. Правила Великого поста, которые далеко не каждый сможет выдержать. Парад Победы и Бессмертный полк в этом году планируют провести в традиционном формате, как это было до 2019 года включительно. Но для этого, как заявил на встрече с журналистами губернатор Андрей Травников, необходимо еще как минимум полтора месяца до конца апреля соблюдать санитарные меры, масочный режим и социальную дистанцию. Будем ориентироваться на обстановку, но тем не менее готовимся к полноценному проведению парада со зрителями, со всеми участниками. Готовимся к прохождению марша Бессмертного полка. Ну, наверное, какие-то мероприятия противоэпидемические нам в связи с этим придется организовывать. Там, не знаю, может быть, опять же, те же дистанции, там, рассредоточение как-то людей. Ну, в частности, первое решение, которое уже принято, и я дал уже соответствующее поручение, в приоритетном порядке приступить к вакцинированию участников и организаторов парада, для того, чтобы не допустить, не запланированного выбытия этих людей из важного мероприятия. Кроме того, Андрей Травников сообщил, что планирует вакцинироваться от коронавируса препаратом EpiVac Corona, который разработал Новосибирский центр вирусологии и биотехнологий Vector. Крупная партия этой вакцины вскоре должна поступить в регион. Как вы знаете, во время визита премьер-министра запущена новая производственная линия на предприятии Vector Biolgum. Коллеги обещают в ближайшие дни наработать серьезные объемы и начинать их распределять по регионам. А почему остановили выбор именно на этой вакцине? Из чувства патриотизма. Отремонтируют дороги и построят жилье для детей-сирот. Сегодня депутаты и чиновники обсуждали, на что конкретно должны пойти дополнительные деньги, поступившие в региональный бюджет в этом году. Часть обязательств, в том числе наказов избирателей, перешли из прошлого года. Они касаются ремонта и строительства дорог в областной столице, в сельской местности, а также в населенных пунктах новосибирской агломерации. На эти цели планируют потратить больше 2 миллиардов рублей. Важная, по мнению депутатов, поправка в бюджет – деньги на жилье для детей-сирот и многодетных семей. Изначально закладывали сумму в 50 миллионов, а в итоге потратят 390. Поправка по детям-сиротам, по обеспечению жильем детей-сирот – это 390 миллионов рублей, это огромные деньги. Плюсом еще 65 миллионов рублей – это по подключению к газу многодетных семей. К другим темам. Смертельный риск ради пары десятков метров экономии пути. На западно-сибирской железной дороге регулярно происходят случаи грубейшего нарушения техники безопасности со стороны граждан. А причина – обыкновенная человеческая лень. К чему это приводит, расскажут мои коллеги. Стихийные переходы можно увидеть на любом вокзале. Люди перебегают через пути, пролезают под вагонами грузовых поездов и протаптывают тропы в обход специально предназначенных мест. Проход под вагонами, над автосцепкой, между вагонами. Зачастую человек может не услышать объявления дежурного по станции о том, что будет состав трогаться. Соответственно, в момент движения может потерять равновесие, упасть на рельс, а там дальше может произойти все, что угодно. Потому что машинисту он находится порядка полукилометра от места перехода. Машинисту не видно пассажира. В прошлом году в Новосибирской области зарегистрировали более 40 несчастных случаев на железной дороге. Переход путей в неположенном месте и использование наушников – вот главные причины трагедии. Не услышав поезда, люди выходят на рельсы прямо под колеса. Железнодорожники вынуждены учитывать статистику аварийности и либо огораживать опасные места заборами, либо оборудовать там безопасные переходы. Однако есть и технические сложности, и финансовые. Стоимость одного автоматизированного перехода может доходить до десятков миллионов рублей. Визуально эта конструкция не такая глобальная. Стоят столбы освещения, звуковая, световая сигнализация, говорящая о том, что приближается поезд. Но это все увязано с железнодорожной автоматикой. И нам для того, чтобы оборудовать вроде бы несложно с технической точки зрения пешеходный переход, приходится укладывать несколько десятков километров кабельных линий для того, чтобы обвязать с автоматикой и так далее. По статистике, за 2020 год количество несчастных случаев на железной дороге снизилось на треть. Помимо установки новых переходов, специалисты регулярно организовывают рейды и проводят уроки безопасности в школах и детских садах всех населенных пунктов, через которые проходят ЖД-пути. Железнодорожники призывают переходить пути строго в отведенных местах и обязательно снимать наушники при пересечении магистралей. Дмитрий Антипов, Константин Менин, Новости ОТС. Обеспечить здоровье жителей региона через соблюдение контроля за продуктами питания животного происхождения – главная задача ветеринарной службы. Но кроме этого, врачи-ветеринары помогают и домашним питомцам. В одной из лучших клиник Новосибирской области, оснащенной современным оборудованием, сегодня побывали мои коллеги. Кошку Думы подобрали на улице еще котенком. Примерно 8 лет назад у нее были отморожены ушки, и их пришлось купировать. С тех пор она регулярно проходит ветеринарные осмотры в Обской городской ветеринарной лечебнице. Каждый день специалисты Обской ветклиники проводят порядка пяти операций, не считая текущих плановых приемов. Подойти, дать понюхать свою руку, если она на это реагирует и не шипит, это уже хорошо. То есть можно проводить некоторые манипуляции. В структуре ветеринарной службы Новосибирской области 32 подведомственных учреждения в каждом районе области, в которых работает больше полутора тысяч человек. Именно эти люди обеспечивают пищевую эпизоотическую безопасность региона. Один из них – Артем Хорошавин. Связать жизнь с медициной решил еще в школе. Хирургом в Обской ветеринарной клинике работает три года. Вот оно сердце между третьим-пятым ребром полностью лежит на грудине. То есть это нормально. Все устраивает, все хорошо. Работаем с животными летом на природе. То есть выезжаем, там кровь брать. То есть все хорошо. Кроме работы в клинике, специалисты выезжают в районы области, берут анализы и на месте проводят даже операции крупному скоту. Переносной рентген есть, да. Взяли его, пожалуйста, коровка заболела. Главное, чтобы было электричество подведено в сарай. Если нет, переноска. Сняли, сфотографировали. Сюда привезли, распечатали, посмотрели. Перелом, смещение там или трещины. И дальше назначили лечение, да. В рамках региональной программы развития сельского хозяйства расширяют ветеринарную инфраструктуру. Ведется работа на очень важном рубеже. Это в Красукском районе, где мы имеем границу с определенным государством. И как бы вот там очень важно сделать было лабораторию, медстанцию, которая отвечает всем требованиям современным. В данное время эта работа идет. Региональное управление ветеринарии проводит и вакцинацию животных, и ветсанэкспертизу. Только за прошлый год провели около 36 миллионов экспертиз продуктов животного происхождения. На уничтожение отправлено порядка 300 тонн опасной продукции. Станислав Блинов, Алексей Баженов, Новости ОТС. Сотрудники полиции сегодня побывали в школах, чтобы рассказать ученикам, как не стать жертвой преступников и за что может грозить уголовная ответственность. А заодно раскрыли некоторые секреты своей работы. В образовательных учреждениях Новосибирска прошел единый день профилактики правонарушений. Подробности в сюжете Андрея Баева. Единственное неприятное здесь это то, что она пачкается, и потом надо мыть руки. В кабинете географии девятиклассники. Только вот изучают они сегодня не линии в контурных картах, а линии отпечатков пальцев. В роли учителей лучшие эксперты-криминалисты регионального главка МВД. Рассказывали про специфику работы их, начиная от, например, выявления отпечатков пальцев, до, например, стабильного оружия, с разными спецификами работы по выявлению преступников и их поимке. А в актовом зале собрались сразу несколько первых классов. С интересом слушают, как дрессируют служебных собак. Каждый навык немецкой овчарки Джона встречают бурными аплодисментами. Человек стоял, собака подошла к нему через ногу, потом человек ходил, она, эта собака за ним. Чтобы его, например, кто-то не подсерили, например, защищает. Сотрудники по делам несовершеннолетних раз в месяц проводят профилактические мероприятия. Но эффект от такого дня, когда к школьникам одновременно пришли представители практически всех полицейских служб, ни с чем не сравнить. Участковые, эксперты, следователи, оперативники уголовного розыска. Вот такой выезд, это очень, конечно, важно для нас, потому что это очень продуктивная работа с детьми, с обучающимися нашей школы, потому что они, во-первых, рассказали сегодня про специфику своей работы, рассказали про вообще правонарушения, про ответственность детей. То есть это очень важно и полезно. В управлении МВД по Новосибирской области обещают проводить такие просветительские единые дни несколько раз в год. Андрей Баев, Борис Гладких, Новость ОТС. Это информационные итоги дня. Смотрите далее в нашем выпуске. Большие перспективы. Я, конечно, еще точно не выбрал, но я точно знаю то, что индустрия 4.0, потому что мы тоже проект делали, и она очень сильно сейчас развивается как раз-таки. Ребята продемонстрируют свой интеллект и свою эрудицию с точки зрения знания тех фактов, исторических фактов, которые очень важны для истории нашего государства. Ну здесь неплохо, вот уровень подготовки хорошего, трамплины, фигуры хорошие, все отлично. Сегодня православные, которые по всем канонам соблюдают Великий пост, смогут сесть за стол. До этого нельзя было даже воду пить. Сергей Толмачев отправился в трапезную Троица Владимирского собора, чтобы выяснить, что разрешено в эти 40 дней от Масленицы до Пасхи. Они немножечко уберут влагу, подсохнут и будут замечательные в нашем блюде с фасолью. Грибы жарят без масла. Хоть оно и называется постным, в начале Великого Поста запрещено к употреблению. А уж если вы решили соблюдать все каноны, то в первые два дня четырехдесятницы нужно приготовиться к суровому испытанию. Не глотка воды, не говоря уж о пище телесной. У нас монахи пока не едят первые три дня. Получается, в понедельник, вторник они не кушают. А в среду после литургии уже трапеза, как говорится, такая полная, что мы можем уже все свободно кушать. Поэтому сейчас у нас, грубо говоря, двухразовое питание. Для слабых, для немощных, кто не может выдержать. Потом 40 дней, только овощи, фрукты и сухари. Они всегда на столе. Сегодня Бог послал на стол фасоль с грибами, луком и зеленью. Завтра будут чи и гречка с теми же грибами. Белка достаточно. Меню в пост может быть очень разнообразным. У соборных поваров есть десятки рецептов. Так, чтобы голодными не остаться. В холодильнике сухофрукты, квас, даже специальный майонез. На стеллажах запасы крупы. Любое мясо, молочные продукты, яйца и сладкое под запретом. Кроме меда. Рыба только дважды за все 40 дней. Тяжело, но для священников уже привычно. Все каждый год как-то по-разному. В этом году как-то лучше себя чувствую. В прошлые годы бывал уже в первый день, что-нибудь вечером съем. Это у всех по-разному бывает. Какие-то дела находишь, чтобы меньше о еде думать. Вот сегодня порядок в шкафу наводил. А навести порядок в собственных мыслях поможет молитва. В эти дни службы идут дольше, чем обычно. Сегодня читают покаянный канон Андрея Критского. Это 250 тропарей, то есть стров. Не меньше полутора часов церковного песнопения. Женщия не божественна, ни жертвы чистые, ни жения непорочного. Пасха в этом году поздняя, 2 мая. Во время поста запрещены всякие праздники. Поэтому и обрядов венчания они проводят. Зато крестить младенцев можно. Колокола в церквях тоже звучат, но для того, чтобы собрать прихожан на молитву. Исповедь в этом храме в последнее время просят писать на бумаге. Но это уже другое ограничение – коронавирусное. Сергей Толомачев, Борис Гладких, Новости ОТС. Прямо сейчас короткая реклама, сразу после мы продолжим. В Министерстве труда Новосибирской области прокомментировали публикации в онлайн-СМИ об издевательствах над пациентами психоневрологического интерната города Аби. В материале говорится о нарушениях режима питания и физическом насилии в отношении инвалида. Сейчас в интернате работает комиссия министерства, проверяют записи видеокамер и состояние воспитанников. К участию в расследовании привлекли и другие органы. Министерство заинтересовано в максимально быстром и всестороннем разборе данной ситуации. Поэтому я со своей стороны сегодня с утра написал письмо в Следственный комитет с просьбой инициировать доследственную проверку. Также со своей стороны обратился к пополномоченным по правам человека в Новосибирской области. Частная медицина пришла в дома маломобильных пенсионеров Новосибирской области. Помощь оказывают в рамках оригинального проекта «Старшее поколение», который реализует Минтруд и Минздрав региона. Подробности в сюжете Дмитрия Антипова. Геннадий Усольцев потерял возможность ходить чуть меньше года назад. Диагноз – нарушение работы вестибулярного аппарата. Однажды стало плохо в бане. Сейчас врачи приходят к нему домой каждый день. Проводят процедуры, измеряют давление, помогают заново учиться ходить. Я мысленно настроился на то, что 23 мая 2021 года я уже буду ходить. На что я и надеюсь. Нет, буду жить. У меня есть прекрасная дочь, прекрасная жена, которую я очень люблю. Прекрасная внук, прекрасный внук и внучку. Старт новой услуги в нашей области реализуют в рамках нацпроекта «Демография». На конкурсной основе отобрали шесть частных медицинских организаций. Благодаря их участию теперь люди могут получить на дом услуги не только терапевта, но и профильных врачей, неврологов, эндокринологов и прочих. Основная задача, которая стоит перед частными организациями, это, конечно, оказание социально-медицинской помощи, социально-медицинский патронаж пожилых людей по направлениям, по рекомендациям медицинских организаций государственных, то есть тех организаций, у которых эти лица пожилого возраста стоят на учете. Финансирование пилотного проекта более 200 миллионов рублей. Сегодня оказали услуги уже более чем на 40 миллионов. Таким образом, адресную медицинскую помощь получили более 700 пожилых жителей области. Дмитрий Антипов, Тарас Тарасов, Новости ОТС. Популярно о науке расскажут новосибирским школьникам в рамках стартовавшего сегодня в областной столице фестиваля «Кстати». Участников ждут лекции, семинары и викторины. На одной из площадок фестиваля побывала наша съемочная группа. Вся суть игры заключается в том, что чем лучше вы собрали схему, тем лучше вы правильно выбрали потребителей, тем лучше вы предложили тариф, потому что мы сейчас пропускаем с вами тур аукциона, который очень по времени много занимает, тем больше у вас денежек. Преподаватель НГТУ на специальном стенде, где в миниатюре представлены больницы, школы и жилые дома, а также ветрогенераторы и настоящие солнечные батареи, рассказывает школьникам, как удешевить энергию. Ребятам дали возможность попробовать себя в роли энергетиков, но с первого раза удалось не все. Возможности справиться у ребят будет, если они свяжут свою жизнь с технической профессией. Познакомили сегодня школьников и с другими достижениями ученых. Это не только 3D-моделирование и трехмерная печать, но и резко профили известных артистов и киногероев, а еще и изготовление протезов человеческих суставов. У меня в руках находится некий такой, скажем так, макет того, как выглядит коленный сустав человека. В общем-то, это довольно популярная вещь, все мы с вами в течение нашей жизни, скажем так, сталкиваемся, так или иначе, с износом наших, в общем-то, опорно-двигательного аппарата. Проект, выигравший грант, университет разрабатывал несколько лет, а реализовал совместно с одним из крупных заводов области. В итоге такими протезами могут снабжать территорию от Калининграда до Владивостока, что наверняка войдет в современную историю достижений НГТУ. С другими, уже ставшими историей достижениями, школьников также познакомили в музее университета. Завершился первый день на одной из главных площадок фестиваля интерактивной игрой. Ребятам такой формат понравился, особенно тем, кто видит свое будущее в инженерной сфере. Большие перспективы, я, конечно, еще точно не выбрал, но я точно знаю то, что индустрия 4.0, потому что мы тоже проект делали, и она очень сильно сейчас развивается как раз-таки. Проходит фестиваль уже не в первый раз, однако в прошлом году из-за пандемии мероприятие пришлось перевести в онлайн. Сейчас организаторы смогли вернуть прежний формат. Самое главное – это живое общение, в любом случае, это взаимодействие лектора и аудитории, и это несравнимо с тем, когда мы сидим по разные стороны экрана и задаем вопросы где-то в чате. Общая такая атмосфера, она другая в аудитории, как бы там ни была. А тем более, если это какие-то шоу, если это какие-то мастер-классы, то это вообще в онлайн, вернее, их не принесешь. Фестиваль продлится шесть дней. В первый день участие в нем приняли около 700 детей в возрасте от шести лет. В четверг участников также ждет насыщенная программа. Дмитрий Белькевич, Константин Менин, Новость УТС. Название «Подводные лодки», текст военной песни или имя механика-водителя танка – все это должны знать участники Всероссийской интеллектуальной игры 1418. Сегодня она прошла впервые, и школьники Новосибирской области оказались в числе первых участников. О том, как это было, расскажет Екатерина Новгородцева. Чтобы подключиться к игре, нужно отсканировать QR-код. Ответы ребята отправляют через телефон. Принимаются только те, что дали капитаны команд. Время на раздумья всего минута. Я считаю, что такие игры даже не то, что нужны, а не необходимы. Потому что таким образом, во-первых, мы можем потолкнуть учеников, школ, к тому, чтобы более глубже изучать историю нашей страны. Если ты не знаешь, через что пошла твоя страна, если ты не знаешь, какие подвиги совершили люди, и ты вообще не знаешь, где ты живешь, и история своей страны, то как так можно? Два тура, 20 вопросов – общенациональных и региональных. Все об истории Великой Отечественной войны. Название «Всероссийской интеллектуальной игры» выбрали не случайно. 1418 – именно столько дней длилась война. Ребята продемонстрируют свой интеллект и свою эрудицию с точки зрения знания тех фактов, исторических фактов, которые очень важны для истории нашего государства. 1418 дней. По сути, это мероприятие, которое мы рассматриваем сегодня как этап проведения Диктанта Победы. Достаточно содержательно, интересно. Это сохранение памяти. Участников только в нашем регионе почти полторы тысячи. Все – школьники от 14 до 18 лет. Для кого-то такая игра первая, другие уже участвовали в интеллектуальных битвах. Для всех здесь история не просто школьный предмет, но неотъемлемая часть жизни. Я историю очень сильно люблю, поэтому я, собственно, была здесь, стараюсь ей уделять как можно больше внимания, нежели другим школьным предметам. Я буду сдавать экзамен по этому предмету и поступать на факультеты, связанные с данным предметом. Победители в каждом регионе ждут призы от партнеров игры и памятные грамоты. Рейтинг команд опубликуют на официальном сайте в течение недели после завершения интеллектуального сражения. Екатерина Новгородцева, Алексей Зубила, Новость ОТС. В Новосибирске в двух шагах от площади Ленина появилась русская изба. В музее Центрального района открылась выставка «Ткать, строгать и сапоги точать». Посетителям предлагают погрузиться в быт крестьянского дома. Как укачивали новорожденных и учили прясть четырехлетних девочек? Какими инструментами пользовались мужчины? Что носили? Как готовили еду? Где хранили запасы? Выставка дает ответы на десятки вопросов. Экспонаты искали в фондах нескольких музеев, технологическом институте и частных коллекциях. Многое можно не просто сфотографировать, но и потрогать. Правда, назначение и название многих предметов сегодня знают лишь специалисты. Такая большая корчага, глиняная, сосуд для приготовления напитков. То есть квас браживали, да? Так он назывался, квасник. Квас – это многое, что квас сквашивалось, поэтому квасник он называется. Вот, пожалуйста, здесь заливался, пробкой затыкался, потом, когда надо было, пробку вытаскивали, оттуда сливали, чтобы его не переворачивать. Битва на большом трамплине. Сноуборд-парк «Горский» принимает один из заключительных стартов сезона – чемпионат и первенства Сибирского федерального округа. Сейчас на склоне идут последние приготовления к соревнованиям. Александр Шурудила расскажет подробнее. Не по-весеннему прохладная погода огорчает горожан, но радует сноубордистов. Снег на трассе держится без лишних усилий, а плотный наст не может растопить даже яркое солнце. Внимание привлекает центральный трамплин. Именно здесь ближайшие два дня будут соревноваться спортсмены. Ну здесь неплохо, вот уровень подготовки хорошего. Трамплины, фигуры хорошие, все отлично. Примечательно, что на соревнованиях будут представлены спортсмены всего двух регионов – Новосибирской области и Красноярского края – лидеров среди сибирского сноубординга. Всего на трассу выйдут около 40 спортсменов. Столь скромное представительство связано с близким окончанием сезона. Определенно есть цели, конечно, всегда формируется по итогам таких соревнований сборная области, как мы уже обсудили, и нужно всегда быть на острие, так сказать, чтобы не попасть в запасной состав и чтобы именно тебя повезли на более серьезные соревнования. То есть это отбор все-таки, как ни крути. Что касается путевок на чемпионат России, их сноубордисты уже разыграли в рамках областных соревнований. В том числе поэтому представители многих регионов Сибири и остались дома. До начала соревнований организаторам остается лишь провести разметку трассы непосредственно перед началом заездов. Помимо спортсменов, которым предстоит участвовать в чемпионате и первенстве Сибирского федерального округа, сноуборд-парк Горский принимает и атлетов из других регионов. Дело в том, что Новосибирский склон – один из немногих в России, на котором можно готовиться к чемпионатам мирового уровня. На склоне катается немало представителей все того же Красноярского края, а также атлеты сборной России, которым уже через несколько дней предстоит выступить на первенстве мира. Приехали на сбор, заключительный сбор перед первенством мира, проходящим в Красноярске, среди молодежи. Почему Новосибирск? Здесь есть воздушная подушка, на которой можно отработать элементы, которые мы в дальнейшем будем переставлять на снег. Первенство мира по фристайлу и сноуборду пройдет в Красноярске с 18 по 27 марта, однако без новосибирских спортсменов в составе сборной России. Элита нашего региона будет выступать на родном склоне 18 и 19 марта. И на этом у меня все. В студии работал Иван Кудинов. До встречи. Новосибирск Здравствуйте. Прогноз на 18 марта. По данным сервиса Яндекс.Погода в Новосибирске будет пасмурно, возможно небольшой снег. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду, влажность 80%. Температура ночью минус 5-7, днем минус 4-6. В последующие двое суток будет пасмурно. Температура воздуха в пятницу минус 1-3, в субботу плюс 1-3. На этом о погоде все. С вами была Ольга Лихачева. Отличного настроения и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»